Здравствуйте! Нет, а где, чтобы нас обоих сразу было видно? Ну это вы лучше обнимитесь. Ладно, я не знаю. Ну что, нас видно? Скажите, я больше снимаю. Я снимаю. Обоих видно? Да. Ну давай, начинай. Ну, что вы можете рассказать по поводу вашего последнего фильма? Хватит ржать у ёпки! Так, по поводу вашего последнего фильма. Ну, сука! Это такой стресс. Не, ладно. Заебали плёнку портить. На самом деле мы умные. Сейчас только... Вот сейчас подкурю и начнём... Кто из вас? Вы даже хором подкуриваете. Ну! Давай! Ладно, ты сам подкуриваешь. Не стесняйся. Вот, ну я вроде как... Я не курю. То есть, все мы торьём, то есть, сопродюсеры этого фильма. Ну, то есть, скажем, то есть, тут нет разграничения, да. Вот он, третий. Сустричок. Разговаривайте с камерой. Вы бы его видели. Да, хватит разговаривать с камерой. Ну, что? Дружбан. Да. Мы трисо-продюсеры этого фильма. Мы трисо-продюсеры этого фильма. То есть, мы создатели. То есть, мы режиссёры. То есть, каждый будет исполнять какую-то роль. То есть, я уже начинаю исполнять роль. То есть, с самого начала. То есть, да, я... Я уже играю. Типа, блин. Ну, хотя тут нет главной разграничения на главную роль. Но это мы будем думать. То есть, сюжет будет варьироваться. Сюжетные линии будут очень разнообразны. Тут будет куча параллельных линий. И... Ну, просто дофига. Да, то есть... Ну, пока что операторской работой занимаются вот эти двое. Давайте, расскажите что-нибудь про операторскую работу. Нет, ну, всё было бы отлично просто. Но дело в том, что местные власти сейчас ограничивают нас в финансах. То есть, не обрезают наш финансовый бюджет. И нам приходится собирать самим деньги. Обеспечивать всё... Вы сами подумайте, чего только стоит слабоалкоголка. Слабоалкогольные напитки, это же... Вот основной нюанс наших съёмок. Это всё наше творчество, весь наш креатив. Ну, ещё колёса. А также нам ещё мешают те фармацевты, которые сейчас продают в аптеках колёса. Которые нам запрещают их покупать. Или продают только по две пачки спазмолекса за один раз. Вот уродик. Да. Не, чтобы продавать их сразу много. Там, на троих сразу, там, шесть штук, шесть пачек. Они продают только по две пачки одному человеку. И к тому же сейчас на автовокзале очень большие цены. Три пятьдесят стоят спазмолекса. Ты отвлекся. Привекать на снимашку стоит до восемьдесят. Ладно, да, насчёт моего... На самом деле, операторская работа, это одно из самых главных нюансов этих наших съёмок. Потому что, сами знаете, режиссёр, как таковой, будь то я, будь то он, будь то ты... Всё равно это как бы такой мудила, который просто сидит и говорит, что делать. Но что делать, это... Нет, это не мудила. Ну, я не мудила, да, ладно. А просто умный самый чувак, который просто сидит и руководит всем этим процессом. Просто надо именно поймать такой момент, когда... Ну, откуда вообще снимать и как снимать, и что снимать. Потому что, когда сидишь, иногда смотришь фильм, и такие тупые подъёбы, типа, вот классика. Вот классика, пример из классики. Что здесь случилось? Дерьмо какое-то. Это классика, я понимаю, но это просто надо красиво снять. Но с нашей аппаратурой, сами понимаете, у нас очень ограниченный бюджет. А ещё всякие дураки иногда берут в руки камеры и снимают это. Но на самом деле съёмки фильма – это нечто большее. Это творческий такой... Творческий такой... Порыв. Порыв. Даже больше. Это творческий процесс. Это когда ты... Творческий взрыв. Ты видишь, и такой «Ура!» И ты типа снял. Да? Снял? Не совсем. Ну ладно, пойдём на москлецо снимать. Вопрос к главному актёру. Это я. Вы полный дебил? Я не ожидал этого ответа, конечно. Фу, бля, ты. Я, походу, накуренный. Хрен там, у нас нет денег на траву. Да-да-да. Власти, сука. Нет, то есть на данный момент мне пока... Ну, в принципе, я уже... Я уже вот... Да, спасибо. Я уже вошёл в роль. То есть я понимаю, как себя надо вести. Я уже знаю свою биографию. То есть откуда она пошла. То есть что следствие. То есть я знаю сюжет. То есть, блин. Вообще как? Давайте начнём с истории. Вообще сценарий был когда-то написан. Мною пару листов этих... Нет. Испещрённых. Да-да-да-да-да. Не надо. Умею вам возразить, но-но-но, сударь. Никакого сценария как такового нет. Есть первая сцена. И то она вообще даже не та, которую мы снимали. Не, сценарий он есть. Просто главная идея, заложенная ещё давным-давно. Да. А к этой идее мы прилаживаем разные стопени и отрасли. Это не на самом деле, знаешь, клёво. Да, мы просто разные отрасли прилаживаем к этой идее главной. И мы её добавляем, рассмотрим в этой главной идее, которая была заложена им. Вот, да. Смотри. То есть я когда-то заложил идею, это было ещё летом. А, им ли? Да. Это была заложена идея. Вот. Написано было и пару сцен, задумки. Но сейчас это всё, ну то есть как мной был рассчитан сценарий на то, то есть сама задумка, то что мы снимем пару сцен. Сюда не снимай бабу. Мы снимем пару сцен, тогда будет видно, ну то есть в какую, куда, в какое направление пойдёт дальше фильм. Сейчас ясно, когда у нас есть три ума, три таких креативных гения. По крайней мере два. Да, по крайней мере два. Ну ладно, с операторами не считаем. Которые, то есть объединят свои усилия. И мы вот в одной, как бы в одном устье реки. Руки. Да, руки. Мы пойдём, то есть в одном направлении, мы объединим наши креативные способности и выстроим этот сюжет, пейзаж вообще, композицию, ну нашего фильма. Да, ну это будет примерно так. Да, это у нас уже второй будет фильм. А давайте спросим у наших зрителей, у наших ведителей нашего творчества, да, наших поклонников, что же они думают о нашем творчестве. Давайте спросим. Давайте их поищем. Сейчас мы их найдём. Вот, их очень большое множество. Итак, вот мы видим одного из поклонников. О, это же он! Это же он, да, я тебя обниму. Да, да, да. Это он. Вот он ещё один. Это он. Мы снимали этот фильм, господи. Он изменил всю мою жизнь. Да я после него, я плакал кровавыми слезами двое суток. Потом пересчитал Шекспира, Пушкина, Лерман. Вот так иногда бывает очень сложно пройти по улице города Синтарова. Ну что, уйди! Это такой легендарный фильм. Господи, что я без него делал? Как я без него шил? А-а-а! Итак, пожалуйста, как вы воспринимаете наш первый фильм? Какова его основная идея? Вы можете сказать? Ответьте, ответьте. Я их увидел, я их видел. Я его потрогал, я его потрогал. Я всех потрогал. А-а-а! Что он изменил в вашей жизни конкретно? Вы можете рассказать? Вы добились каких-то конкретных результатов, каких-то высот? Ну, как режиссёр я могу сказать, что фильм действительно получился очень удачным. Это наш охранник, кстати, пришёл. Подожди, да, не, подожди, стой. Внизу надпись типа «Режиссёр» и «Главный актёр». Да, да, да. Да, всё, давай, продолжаем. Ну, давай, говори. Пошли тебе на солнце. Нет, давай я пока уже тусь. На солнце здесь нет. Тупой поклонник. Нет, вы не подумайте, не все наши фильмы делают из зрителей наших тупых. Не все идиоты, между прочим. Да. Ну вот. То есть, сейчас он пока подкурит. Я расскажу, то есть. Нет, он начал курить ещё до нашего фильма, вы не подумайте. Да, вообще очень клёво. Мы только что отсняли ещё, ну, то есть, прошёл второй день наших съёмок. Мы досняли первую сцену. Да, практически досняли. Осталось завершить маленькие эпизоды. Лирические моменты. Да, лирические моменты, монтаж. И всё, первая сцена будет готова. И дальше мы пойдём. Ну, думаю, да, дальше будет легче. Ну, пойдём и бухать, наверное, дальше. Мы уже бухаем. Осталось позвонить у неё Мариконе, чтобы он сделал саундтрек. Нет, он уже готовит его, вы что, забыли? Кстати, зря мы Клинт Монселло отморозили. Клёвый чувак, он же даже к рейкерам по мечте готовит. И вот они в магазине, прям как обычные люди. Они что-то покупают. Оба-на, боже мой. Сейчас мы тебе распишемся. Распишитесь у меня на Систе. Идёмте в парк. Боже мой, какая идея, какая идея. О, боже, креатив так и прёт. Вот, господи ты, боже мой. Да ты... Ты что-то музыка. Ты не снимаешь? Да. В памяти Егор Ледова защищается. Мы его не забудем. Мы вас любим. Спасибо. На роль меня пригласили не сразу. Пришлось переспать с режиссёром. Был большой кастинг, но я его прошёл в конце концов. Поэтому меня взяли. В конце концов он мой друг. Да, спасибо моему режиссёру. Я его люблю. И тебя люблю. Камера. Ах, штатив. Сколько в тебе экспрессии? Ты возбуждаешь штатив? Нет, просто любим друг друга. Ты штатив? По ночам. Вот сейчас признаешь, что ты гей-режиссёр, то это будет круто. Да признай, сволочную камеру. Мы любим. Не будем показывать. Было бы круто. Скажи ты гордо, я гей. Я гей-режиссёр. Мне 42 года. Ты хуй, дед. Ты в 19-м турокурсе был вакуум учишься. Нет, смотри. А, нет, хотя бы... В каком возрасте вы поняли, что вы гей? Не знаю. На самом деле, первый раз переспал с мужчиной в 25. Ну, это был какой-то паренёк с моего курса, с факультета. Я даже не помню, как его имя. По-моему, потом он стал охранником у нас на факультете. Просто неудачно подшутил над деканом, тоже фильм. Мы тогда снимали любительское кино. Ну, сейчас уже форно-профессиональное. Хуя, я не стал охранником. Не, ну и не стал его. Пойди в роль, сука. Подойди и такой. Э, вы что тут делаете? Так я вошёл в роль, я не стал охранником. Что ты на меня клевещишь? Ладно, переспален, но охранником это уж совсем. Смотри, он бутылку заглатывает. Наполовину. Я же гей. Он отлично под нос косит. Да. Короче, мы три гея, которые решили снять фильм. Я вас критикую просто. Да. Фильм полон жёсткости и насилия. На самом деле в нём не сразу. Понятно, главная тема, что геи тоже люди. Но, тем не менее, мы боролись за это. А где же наш селон турек великий? Потому что в нашей стране невозможно без этого. Некому поставить спину. Да. В армии профессиональной не существует. Цепон тянет. Завтрекал. А? Клёво же. Включи нашу песенку. Сейчас. Дай мне телефон, я буду тебя снимать. Слушай, поставлю песню. Ну ладно, ты говори пока, что зря запись идёт. Пока. Сколько там уже? А? Сколько там уже? Да, каких-то 14 минут. Что это по сравнению с вечности? Блядь, ты дыр колёса. На самом деле, 14 минут это вот с начала вот этого, вот этой записи. Ну просто операторское, режиссёрское дело. Это то же самое, что монтажка. Это надо подходить с любовью. И как ты подойдёшь без любви, если ты не гей? Да, мой пупчик. Ну да, мой дед. Ладно, я не держу. Понятно, он всё равно снимал тот столб. Ну пока вы целовались, я снимал столб. Чей? Свой. Заебал, лучше с тобой в роль сходить. Ты что? Хочешь сказать, что я тебе не нравлюсь? Давай, сосед, сосед. Хуй тебе, Кент, ну оно так надо. А у меня другое есть побольше. Это дороже. Нет, зато мы больше. Какой такие звёзды. Давайте я вас поснимаю, молодые люди. Ты что, ебанутые? Гитар, 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 гитар. Ну хватит уже этой хуни, давайте нормально. А, ну все, нормально. Блин, после трех бутылок слабоукоголки это не прикольно, нормально. Как тебе привычный? С чем-то во рту? Между прочим, нас тут не только трое, есть еще один главный герой. Да, это наш четвертый. Да, это наш четвертый дружбан. Вот сюда смотрите, сюда справляются батарейки, а он потом вибрирует. Ципон, ты все малины портишь? Не, мы же хотели серьезно. Да, мы же серьезно. Так бы и вышибал мозги. От души. Нет, не убивай меня. Так, отвечай, почему ты взялся за этот фильм? Ну потому что мне сказали, что ты смогу переспать с режиссера. Чего вы такие конченые? Давайте серьезно. Ладно, давайте серьезно. Да, на самом деле, ебал. Надо не выключить на пицце, а кое-что хочу сказать. Любишь обсасывать этот ствол? Конечно, люблю. Ты уже снимаешь? Да. Не увлекались. Блядь. Чем это пацанко, что я нам открыл? Значит, давай теперь посмотрим. После драки кулаками не машь. Че, по три этих, короче, так одеть по три. Кикбоксер. И в этом, самый лучший фильм. Get in touch. Да. Get in touch. Да что я имел ввиду, после драки кулаками не машут? Пошли их искать, блядь. Хули мы тут все идем? Ты знаешь, они такие им надкинули. Они нашли тут такие им надкинули. Ладно, давай кирпичами закинем. Он такой, стоять, бутылками закинем. Они такие на шухельке. А, что случилось? Пошли в каждый черный джип проезжающий. Им а кирпичи кидать, блядь. Со стенки ТНУ причем. Тебе палец не мешает? Класс, тебе все равно не видно. Вафли. Давай заплю ее. Да я вам же столько навафлял. И на стенки, и на стол, и на пол. Да все, заебал, нахуй ты это снимаешь? Ты мудила, что ли? После фильма этими камерами не машут. Что ты еще можешь сказать? Ты лох. Ты камошек, как искр, блядь. Эй! Нет, спиридку. Ого, какой штатив. Большая пушка. Ну, был реально посреди дороги вытек. Ты такой знаешь, такой, типа, дострелешь волнку. Ты такой стоишь, типа, зашел там. О, презерватив. Там презерватив. Клодный, сейчас снимает. А ну, потом не сохрани. Ха-ха-ха. Угу. ТРЕВОЖenk. ила. Малави.